Дамы и господа, большое спасибо за эту возможность прочитать вам лекцию. Я приехала из университета Мюнхена в Германии. Мы начали наше отделение гипертермии еще в 1986 году. Изначально мы изучали гипертермию для лечения саркома мягких тканей и продолжаем этим заниматься вот уже 29 лет. Итак, если подвести итог всему тому, что мы делали, то принцип гипертермии – это местное нагревание, местная гипертермия ткани опухоли от 40 до 44 градусов по Цельсию. И прежде всего саркома мягкотканная лечилась таким образом в нашей университетской клинике с 1986 года. Мы провели несколько исследований третьей фазы, сравнивая химиотерапию и гипертермию по сравнению только с химиотерапией у пациентов с саркомой мягких тканей высокого риска и опубликовали наши данные в журнале «Ланцент» «Онкология». По результатам нашего исследования Европейское общество медицинской онкологии приняло решение, что химиотерапия вместе с гипертермией должна быть включена в стандарты лечения, что и было опубликовано в новых стандартах в 2012 году. Следующий шаг у нас был следующим. Новые клинические исследования для лечения опухоли поджелудочной железы. На данный момент мы планируем исследование. Уже в Европе, что проводилось у нас в Нидерландах, в Германии особенно, это контроль качества, особенно среди тех людей, которые работают в европейском обществе. Это создание руководства, сегодня у нас такие руководства есть, это руководство для клинического применения, документирования, анализа клинических исследований по региональной глубокой гипертемии. Надо сказать, что абсолютно все контролируется в области гипертемии в соответствии со стандартами общества онкологов Европы. Соответственно, у нас одинаковые стандарты лечения региональной глубокой гипертермии во всех центрах, которые ей занимаются. И рационал гипертермии, как я уже говорил, предыдущий докладчик, это прямой некроз обухолевой ткани при помощи высоких температур. Это радиосинситизация, хемосинситизация и повышение перфузии крови. Таким образом активируется иммунная система при помощи активации протеинов, теплового шока. И данные протеины отвечают за антиопухолевый ответ. И когда мы, соответственно, гипертермию комбинируем с химиотерапией, то в этом случае белки теплового шока HSP-70 начинают активироваться. И таким образом происходит активирование НК клеток, которые атакуют буквально обухолевые клетки. И таким образом мы получаем иммунологический ответ на гипертермию. У нас были несколько публикаций сделаны в европейском журнале «Кэнсер». Мы опубликовали наши результаты, которые говорят о том, что если мы повышаем температуру в опухоли наряду с афосфамидом, например, то таким образом мы получаем такое же истребление опухолевых клеток, как очень схоже с температурой 40-41 градус. И это непосредственно та зона, которая нас интересует. 43 – это изначально температурный режим, с которым мы изначально работали. И это был как раз… Вот это результат нашей первой фазы исследования в 1990 году. Впервые мы получили прямую корреляцию между температурой опухоли, внутри опухоли и исходами лечения радиологическим ответом. Таким образом, то, что мы здесь с вами видим, это распределение температуры у пациентов, которые показали ответ после четырех циклов химиотерапии и после гипертермии. Черным цветом здесь у нас помечены пациенты, которые не отвечали на подобную комбинацию терапии. Температура – это прямой фактор, который влияет на исход лечения, на исход терапии. Таким образом, история нашей Мюнхенской клиники… Во-первых, философия нашего отделения заключалась вот в чем. Не лечите любого пациента за пределами клинического исследования. Поэтому мы начали в 1986-1990 годах с первым нашим исследованием первой фазы, второй фазы затем. У всех пациентов была вторая линия химиотерапии. Мы опубликовали результаты в 1990 году. И, как я уже говорил, результаты этого исследования показали прямую корреляцию между исходами лечения и измерением опухоли, извините, температуры внутри опухоли. Следующий шаг – это лечить пациента в первой линии. Это фосфамиды и адриамицин, которые получали. И это как раз были пациенты с опухолями как минимум 5 сантиметров в диаметре. Соответственно, это были стадии 2 или 3. Они были глубокие опухоли и выходили за пределы одного компармента. После того, как мы закончили это исследование, мы опубликовали в журнале «Кэнсер» в 2001 году. И после этого мы запустили следующее исследование, второе исследование второй фазы. Это были ретроперитениальные и висцеральные опухоли. Результаты мы опубликовали в журнале «Клиническая онкология» в 2002 году. И это исследование показало нам хороший успех у пациентов с химиотерапией первой линии. Затем мы запустили антомизированные исследования, мультимодальные исследования. Мы набрали 341 пациентов в 9 центрах по всему миру. Это было исследование уже третьей фазы в Норвегии, в Австрии, в Германии и в других странах. Эти центры располагались. И самые важные результаты, которые мы получили по исследованию второй фазы, это то, что мы увидели тех пациентов, которые показывали нам ответ на терапию. И если мы давали достаточную температуру в опухоли, мы показали преимущество с точки зрения общей выживаемости по сравнению с теми пациентами, которые не отвечали. Соответственно, это была не палеоативная терапия, а терапия настоящая в этой ситуации. И наша общая выживаемость в течение пяти лет составляла достаточно хороший процент. И десятилетнюю выживаемость также мы оценили все, опубликовали в журнале «Клиническая онкология». Вот это наше крупное рандомизированное исследование третьей фазы, которое мы опубликовали в 2010 году в журнале «Ланцет онкология». Неодевантная химиотерапия одна в качестве монотерапии или в комбинации с региональной гипертермией для локализованных в мягкотканах опухолей высокого риска. Это было многоцентровое исследование. И вот это протокол исследования. Увидите, 341 пациент был набран всего. И самое важное, что мы можем здесь увидеть, это то, что большинство пациентов были пациенты с мягкотканными саркомами не в конечностях. Химиотерапия плюс гипертермия применялась по сравнению с химиотерапией только. 169 из 172 пациента, соответственно, были в когортах. После этого мы оценили ответ на терапию. И 90% пациентов получили также... У них была резекция опухоли сделана. Соответственно, мы не видим разницу с точки зрения хирургических исходов в обоих рукавах, в обоих когортах пациентов. 108 пациентов получали радиотерапию, 106 нет. Вы видите, здесь нет разницы. Опять-таки, в количестве пациентов в когортах. После этого им давалось 4 цикла химиотерапии плюс гипертермия. По сравнению с 4 циклами химиотерапии в качестве монотерапии, монолечения. И после этого мы посмотрели на локальную прогрессию, посмотрели на безрецидивную выживаемость, посмотрели на безрецидивную выживаемость, как я уже сказала, и оценили общую выживаемость. Итак, химиотерапия, как я уже говорил, это была этабозит, фосфамид и доксабицин. Вот это характеристики пациентов. Самое важное, что я могу здесь сказать, то, что больше 70 пациентов в обоих рукавах, это были пациенты с диаметром опухоли как минимум 8 сантиметров. Медианный диаметр составил 11 сантиметров в обоих группах, в обоих кокортах. И, как я уже говорил, у нас не было первой степени, только вторая и третья степень. Патология – это была липосаркома, лемосаркома, синавиальная саркома, саркома неопределенного, генеза НОС. Все пациенты были рандомизированы не в Мюнхене, но европейскими организациями лечения рака, ОРТСИ. И у нас не было разницы никакой в характеристиках в обеих кокортах. После четырех циклов химиотерапии и гипертермии мы видим серьезную разницу. Общий ответ приблизительно 28% по сравнению с 13%. И в группе гипертермии у нас лучшие результаты. Как вы видите, вы видите также прогрессирование заболевания 7% в группе гипертермии и 21% в группе химиотерапии. Соответственно, у нас гораздо лучший ответ с точки зрения прогрессирования и с точки зрения ответа, в принципе, общего ответа. Итак, самое важное в это клиническое исследование – это посмотреть на 10-летнюю выживаемость. Локальное прогрессирование, беспрогрессивная выживаемость дает нам серьезное преимущество при комбинации гипертермии и химиотерапии. Это было самое основное, что мы оценили в ходе данного исследования. По мере того, как мы создавали это исследование, мы хотели получить преимущество по безрецидивной выживаемости с точки зрения локальной прогрессии. Потому что в обеих группах системная терапия, химиотерапия применялась, и только в рукаве гипертермии мы давали также локальную терапию. Таким образом, мы хотели оценить именно локальный ответ, отсутствие локального прогрессирования. Но мы увидели в довершении к этому локальному преимуществу, мы также получили преимущество по безрецидивной выживаемости. Соответственно, метастазирование мы также улучшили ситуацию с метастазированием во многом. В общей выживаемости, в анализе Intent to Treat, мы оценили также безрецидивную общую выживаемость, извините, и мы протестировали пациентов, которые получали как минимум 50% лечения. Мы посмотрели, что у них есть серьезное преимущество по безрецидивной выживаемости. Давайте поговорим о побочных эффектах данной терапии. Итак, у нас не было значимой разницы в нежелательных проявлениях химиотерапии, только лейкопения у нас несколько была повышена в группе гипертермии, и мы полагаем, что причина этого кроется в том, что большинство наших пациентов были пациенты с висцеральными и абдоминальными опухолями, и, соответственно, мы нагревали тазовую область пациентов, и там у нас сконцентрирован костный мозг, именно поэтому здесь у нас лейкопения была гораздо выше у этих пациентов по сравнению с монотерапией, где применялась только химиотерапия. Итак, у нас не было гематологических опухолей третьей или четвертой степени, и гипертермия влияла на всех пациентов, все они были не тяжелыми пациентам, только 7% были тяжелыми, и болезненное давление воды, вот вы видите здесь, некоторые были у нас проблемы с ожогами кожных покровов и с некрозом ткани, но вы видите, что основные нежелательные проявления, они не являются тяжелыми, тяжелые составляют всего лишь около 5%. И существует у нас, так скажем, обсуждение и других исследований, чем больше, тем лучше, говорят они, потому что другие отделения дают гораздо более высокие дозы химиотерапии своим пациентам по сравнению с нашим отделением. И таким образом мы хотели сравнить, если мы дадим пациентам больше химиотерапии, большую дозу химиотерапии, будет ли у нас лучший ответ? Нет, на самом деле. Здесь мы с вами очень хорошо видим, что если мы посмотрим на 7,5 грамм, на 14 грамм, то с точки зрения прогрессирования заболеваний у нас будет снижение на 8, а здесь у нас прогрессирование заболеваний всего лишь на 6,8 по результатам нашего исследования. И мы верим, что гипертермия повышает эффект химиотерапии. Таким образом мы используем термосенситивные лекарства, такие как асфоспатин, например. Вот это пример русского пациента, который приехал из Москвы к нам на лечение с саркомой, мягкотканной саркомой. И вы видите здесь размер опухоли до начала терапии и ситуацию с пациентом. Вы видите после первого лечения, первой терапии. Соответственно, сокращение опухоли видно здесь. И самое важное, что мы здесь можем наблюдать, что после резекции, с резекцией R0, мы получили, не было жизнеспособных опухолевых клеток в поле. Соответственно, у нас был полный патологический ответ у данного пациента. Вот это следующий пример. Это была крупная опухоль в тазовой области. Вы видите здесь результат воздействия четырех циклов химиотерапии, затем лучевая терапия, и затем пациент у нас был после лечения. Вы видите, какой у него ответ. Мы действительно считаем, что пациент должен выйти на очень хорошем исходе. Итак, давайте посмотрим на нашу публикацию 2010 года. Региональная кипертермия в комбинации с химиотерапией действительно зарекомендовала себя очень хорошо и была включена в руководство для абдоминальных и для резектабельных опухолей. И в руководстве ЭСМО Европейского общества медицинских онкологов также была сделана публикация в 2012 году, которая рекомендует гипертермию глубокую. И как минимум, это был класс рекомендации 1Б. Новые данные. Давайте посмотрим на новые данные. Мы сейчас наши клинические данные обновляем для того, чтобы посмотреть на эффект гипертермии в комбинации с химиотерапией. Мы хотим посмотреть на общую выживаемость после 10 лет. Вот здесь вы можете увидеть эффект гипертермии в комбинации с химиотерапией. Вы видите, что он повышается. А сейчас у нас в анализе Intent to Treat, ITT-анализе, мы получаем преимущество для лечения комбинации гипертермии и химиотерапии. Это через 2 года после исследования мы не видим преимущества. Через 5 лет мы видим преимущества. И в первом анализе вы видите, что в каждом факторе риска пациента, если мы проанализируем по факторам риска, то вы видите преимущество гипертермии, применение гипертермии. Вот это первичная опухоль, рекуррентность рецидива, это как раз резектабельные пациенты. После резекции и, невзирая на то, это R0 или R1, все типы резекции получают преимущество при воздействии глубокой гипертермии. И самое интересное, это то, что G2. Вы видите, что G2 не является чувствительной к химиотерапии, но здесь при применении гипертермии мы видим, что G2 получает большую чувствительность к химиотерапии. Некоторые хирурги задают нам вопрос, эффект гипертермии будет ли он, собственно говоря, нивелироваться при помощи хорошей хирургии. Мы провели подобные эксперименты и опубликовали в журнале хирургии, сравнивали пациентов с абдоминальными опухолями, которые получили R0, R1 резекции во время лечения. И обе стороны имели как одинаковое R0, R1 количество резекции. Несмотря на качество хирургического вмешательства, мы увидели преимущество гипертермии с точки зрения общей выживаемости. Итак, эффект этой публикации теперь 8, это 2015 год. Дело было в том, что, собственно говоря, наша публикация, она совершила некий прорыв. Она цитировалась, на нее делали ссылки, и она была представлена на нашей домашней странице. Вот эта сеть, которая, собственно говоря, объединяет специалистов в области гипертермии, и очень много занимается этой сеть продвижением идеи гипертермии, и очень активно участвует в клинических исследованиях. У нас в Германии 10 центров, и 10 в Европе центров находятся. Мы думаем, что их количество вырастет. Появятся академические центры в Европе, дополнительные, новые. И у нас есть международный журнал гипертермии. Вот так он выглядит. Большое спасибо вам за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...